Всем привет, бонжур, хэллоу! Поздравляем с главным праздником, с Днем Победы и сообщаем, что программа «Привет, бонжур, хэллоу» в прямом эфире. Мы ведем свой репортаж с улицы Сан-Катрин и Отвотер со сквера Кабот, откуда стартует бессмертный полк Монреален. Пока люди собираются, сейчас порядка 300 человек. Сегодня рабочий день в Канаде и трафик никто не отменял. Ну и пока формируется колонна, а план такой – пройтись с флагами, песнями по улице Сан-Катрин до могил. А это две остановки метро, приличное расстояние. Ветераны поедут на кабриолетах, а колонну возглавят три Урала. А сейчас я бы хотел передать слово нашему корреспонденту Ольге Волошину. Вам слово, пожалуйста. Всем привет, бонжур, хэллоу! Всех с праздником! Я вот тут познакомилась с неравнодушными людьми, хотелось бы им задать пару вопросов. Здравствуйте! Добрый день! С праздником вас! А чей портрет вы несете сегодня? Это портрет моего дедушки. Он был командиром разведки, окончил войну в 21 год. Хорошо. А были ли какие-то трудности сделать плакат? Нет, с этим как раз трудностей нету. Я думал, что будут сложности. Оказалось, очень легко напечатать. Большое спасибо! Хорошо, здорово! А вы первый раз участвует в такой акции? В этой акции я уже второй раз. В прошлом году пришел, потому что для меня этот праздник – это день памяти моего дедушки. То есть он меня многому научил, много мне дал. Поэтому это вот важно – передать вот этот настрой, эта вот память, вот подумать о нем, вспомнить его. Да. А вот у вас в руках очень красивый буклет, я смотрю. А что за буклет? Расскажите нам. Это буклет. Мой дедушка рассказывал историю о том, как он прошел войну. Ну, какие-то части, какие-то истории. Они рассказывал, что ему приходилось переживать, какие ситуации попадать. Попадал. И я это взял и решил выложить, написать в виде небольшой брошюры, чтобы поделиться и со всеми друзьями, знакомыми, и чтобы люди узнали, помнили, ну, как это было. И в том числе здесь есть факты, которых никогда не освещали ни в советских фильмах, ни в книгах. И я вот решил провести такую акцию, чтобы сделать это. Люди могли заплатить какие-то деньги, и эти деньги перешли бы на фонд Бессмертного полка на следующий год. Замечательная инициатива. А где можно найти ваш буклет? А вот сейчас здесь как раз мы будем, и это все можно найти. Хорошо. Спасибо. С праздником. Спасибо огромное. С праздником. С праздником. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы несете сегодня флаг? Да, конечно же. Я несу сегодня флаг. Это флаг нашей Родины. Злая судьба нас разъединила по национальным квартирам. На самом деле мы остались, я надеюсь, прежде, как и прежде, одна большая семья. Этот флаг – символ нашей дружбы, нашей победы. К сожалению, у меня сегодня нет плаката моего дедушки, который тоже дошел до Кёнигсберга. И, соответственно, как символ нашей победы и как память моего деда я сегодня несу наше красное знамя. Здорово. Очень красиво. А если бы вы не участвовали сегодня в этой акции, как бы вы провели этот день? Ну, мне сложно себя представить не участвующим в этой акции, потому что я даже подгадал свой приезд, возвращение в Монреаль именно к этой дате. Я только вчера приехал с Кубы. Вот. И поэтому я не могу не участвовать. Просто это вне меня. Здорово. Хорошо. Поэтому в любом случае я бы участвовал. Спасибо большое. Спасибо. С праздником. С праздником. Здравствуйте, Алла. Здравствуй. Как тебя зовут? Полина. Полина. Здорово. А чей портрет ты держишь, Полина? Дедушка Павля. Молодец. И пилотка у тебя, да? Ты прям хорошо, красиво. В автопробеге участвовал, да? Молодец. Почему ты считаешь это важно участвовать в такой акции? Помнить наших дедов и бабушек? Потому что это великий праздник. Да? Ну, правильно, молодец. Ну, маму поможет. А маму, да. Мама, вот это мой дедушка. А как вас зовут? Елена. Очень приятно, Елена. С праздником. С праздником вас. Спасибо большое. Это мой дедушка Левицкий Александр. И это мой дедушка Герасимов Иван Никифорович. Левицкий Александр Алексеевич освобождал Кёнигсберг. Герасимов Иван Никифорович дошел до Берлина. В общем, гордимся. Да, герои, ну хорошо. Не забудем, гордимся. Здравствуйте. Спасибо огромное. Здравствуйте. И вы в квартире там тоже? Да, меня зовут Вадим. Это мой дедушка Тугушиевик Тражденович. Он родом из Грузии. Вот. Он в боях не участвовал, но он был начальником отдела, который занимался телефонизацией ставки Сталина в Куйбышеве. Когда планировалось отступление русских войск, то планируют, что ставка переберется туда. И он занимался вот этим делом. И после войны работал начальником средства Союз Телефонстрой. У него было очень много орденов, я помню, по детству. Вот. Здесь он, к сожалению, с маленькой медалькой тоже. Вот. Это одна единственная, ну, немного одна из демократических фотографий, которая осталась. Вот. Ну, главное, красивые плакаты. Вы сами сделали плакаты? Да. В домашних условиях. Здорово. Спасибо большое. Спасибо огромное. С праздником. Спасибо. С праздником. Передаю микрофон обратно Вадиля. Вадиля, вы сегодня споете? Да, было такое в планах, но это будет уже во втором включении. Далеко не уходите. Мы будем буквально через несколько минут. Программа. Привет, бонжур, хеллоу с вами. Спасибо.